Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Мы продолжаем изучать Тору. Из Москвы я в Москве. Как раз в Москве совершенно по-другому воспринимаются слова Торы, чем в Израиле, я вам честно скажу. И по-другому, чем в Украине. Каждое место, каждое место имеет свою особенность. Поэтому есть закон такой в Торе, изменяющий место изменяет судьбу. То есть, это прям такая математика, физика. Каждое место несет определенное влияние. И человек, у которого в одном месте одна судьба, поменял место, он поменял свою судьбу. То есть, на него начинают влиять другие влияния. Потому что, видите, как русский язык не точно передает суть слова Мазаль. Мазаль – это то, что Нозель Милимала, это то, что течет сверху. Судьба – это как бы то влияние, которое идет сверху. Ну, это называется, наверите, Мазаль, да? И вот говорят, человеку желают, Мазаль Тов, чтобы у тебя был хороший Мазаль. А у него в каком-то месте плохой Мазаль. Вот у него там сверху плохие соседи, например, да? И эти соседи, они ему там на голову стучат сверху целыми днями. Он говорит, да, вот у меня Мазаль. Судьба у меня такая, да, не везет. Поменял место, а у него другие соседи. Соседи же с ним не переехали. Понятно, да, идея? Очень все четко работает. Сегодня, сегодня у нас отрывок в невероятно важной, в недельной главе, вообще во всей Торе. Отрывок, можно сказать, это одна из центральных историй. Да, вот Гриша Цибульский знает. Одна из центральных историй, которая только, только вообще есть, можно сказать, за всю историю человечества. Она определяет, это как корень такой, да, вот есть зерно, и из него что-то растет. Или есть породы разные, там, животных, да? И вот эти там, это одна порода, это другая порода, это третья. То есть, когда-то же они разделились, они же когда-то как-то появились, эти породы, да? И вот сегодня, сегодня у нас история, как появился еврейский народ, и в нем, в этой истории есть понимание, ну вот, многих вещей. И, значит, говорит Тора, что от Авраам, это был первый еврей, который соединился со Всевышним. Дальше у Авраама был, первый сын у него родился Ишмаэль, и от Ишмаэля пошли мусульмане, не мусульмане, пошли арабы. Арабы, которые потом стали мусульманами, которые, это тоже была религия Авраама, которую Авраам передал Ишмаэлю. Потом родился Ицхак, и Ицхаку Авраам передал вот эту основную, основную силу, связывающую его с Богом, передал ему вот эту сердцевину, да? Потом у Ицхака родилась двойня, Эйсав и Яков. От Эйсава пошли европейские народы, то есть, Эйсав потом это был основатель, его потомки основали Рим, Римская империя, это как была столица Эйсава, да? От Якова, Яков получил имя Исраэль, у него было 12 сыновей, и от него пошел еврейский народ, народ Израиля. Потом, можно сказать, народ Израиля условно, можно так сказать, разделился на два государства, на две части. Была Израиль, это было 10 колен, и была Иуда, это было 2 колена, они жили в Иерусалиме, и они были привязаны к храму. А Израиль, они были 10 колен, они поставили идолов, и они первые исчезли, они как их угнали, куда-то угнали, переселили, Санхериф такой был царь, и они исчезли, Израиль именно. А Иуда, они остались, поэтому те евреи, которые остались сегодня, они с одной стороны, это евреи, да? Это первый еврей Авраам, с другой стороны, они иудеи, это Иуда, от колена Иуда, это имя было одного из сыновей Якова. И с третьей стороны, они народ Израиля, Израиль, это как было название 10 колен. И Израиль, это было имя Якова, когда он победил андела, андела смерти, андела Исава, и он, Исраэль, переводится это как сар, как министр с Богом, то есть он с Богом стал как министр. И второе значение слова Исраэль, это Яшар, прямо к Богу. И теперь мы сейчас считаем в этой главе, откуда это все взялось, где корень. Значит, мы знаем, что Ицхак хотел благословить Эйсава и дать ему благословение, Исав был старший сын, первенец, он вышел на свет раньше, они были двойня, но вышел на свет раньше Исав. И Ицхак хотел передать ему благословение, властвовать над землей. А Якову, он хотел оставить то благословение, которое в нем и так было, это благословение может получить любой. Это связь с Богом, то есть Яков был сидел в шатрах, учил Тору, его материальный мир не интересовал. И он, Ицхак очень была у него такая идея, это Малбим так говорит, что он хотел из них сделать, как потом, потом были два брата из сыновей Якова, Исахар и Звулун. Значит, Звулун работал, Исахар учил Тору, Звулун был торговец, ездил и он половину денег отдавал Исахару, Исахар учил Тору, молился за Звулуна и у них был такой полный, полная идиллия. Один занимался брат полностью духовной работой, священник, второй занимался материальной и материальный брат обеспечивал духовного, а духовный, духовной защитой и силой обеспечивал материального и они делили заслуги потом в небе, как одно целое были. Это был расчет Ицхака, когда он хотел благословить Эйсава материальным благословением. Теперь, но вмешалась его мама Ривка, в которой было пророчество, в которой Бог сказал, что старший будет служить младшему, значит и материальное благословение на власть и на деньги должно идти тоже младшему сыну Яшинке, Якова звали Яша. Значит и она, я рассказываю вчерашний урок, она, когда Ицхак, он был ослепший тогда, послал Эйсава за добычей, чтобы он приготовил еду и он его должен был покушать и благословить. В этом тоже есть большие тайны, что все равно в этом мире, какая бы ни была духовность, она привязана к материальному телу и тело материальное, оно является в этом мире, как источником, вот этот биоскафандр, оно должно хорошо работать, потому что если бы Бог хотел, чтобы мы были ангелами, он бы нас сделал бы ангелами. Но Бог хотел, чтобы мы именно в этом теле, похожим на обезьяну, чтобы мы поднялись на уровень ангелов. Поэтому Ицхак сказал, накорми меня, в это время Ривка приготовила такую же еду, замотала Якова шкурами козленка, чтобы он был похож на волосатого Эйсава, и Яков зашел, и Ицхак благословил его. И вот благословение, которым он его благословил. Читаем благословение, я сейчас хочу прочитать всю сегодняшний отрывок, просто перевести, а потом мы уйдем вглубь, там очень есть в глубоке вещи. Значит, и он ему сказал, пожелал Ицхак ему, и даст тебе всесильный от росы небесной, то есть от росы небесной, и от земли, от туков, от жира земли, выров, доган, вытерош, и будет у тебя много урожая и виноградного сока, и вина. Это первая часть благословения. Или давайте я буду сразу объяснять, что он ему сказал. Он ему сказал, и даст тебе всесильный. Всесильный это Бог, имеется в виду Бог, который работает по законам. То есть этот мир, он есть Бог, который за пределами, который творец, создатель, и он же, который уже, когда он уже этот мир, воспринимаемый мир законов, это он же, Элоким всесильный, он же творец, творец, создатель, и он, понятное дело, что творец, он вне структуры. Он, как он сотворил структуру, он может сотворить любую другую структуру, любое чудо. То есть есть творец за пределами структуры, есть он же сотворил мир, который работает по законам. И сказал ему Ицхак в благословении, даст тебе всесильный от небесных росы, то есть с неба на тебя будет идти благословение, и от земли тебе тоже будет идти благословение. Значит, дальше, и будет, и было, значит, и было, это было, а вот я пропустил еще один отрывок, дальше. И, значит, это было благословение на богатство. Теперь дальше. То есть это благословение, которое дал Ицхак Якову. В нем было благословение на богатство и благословение на власть. Но все это было связано со словом Элутим, всесильный. И Раша объясняет, дал он ему благословение, что когда ты будешь выполнять законы всесильного, то есть ты будешь идти по заповедям, тогда у тебя будет все. Если ты перестаешь выполнять заповеди, тогда благословение с тебя снимается. Это было в слове всесильный. И было, когда закончил Ицкак благословлять Якова, и только он вышел от Ицкака, заходит Исав с охоты. И он уже тоже приготовил еду и принес папе. И сказал он папе, встанет папа мой и покушает от охоты сына своего, чтобы благословила меня твоя душа. Исав такой вернулся с охоты, принес ему тоже еду, давай. И сказал ему Ицкак папа его, кто ты? И сказал, представьте эту ситуацию, и сказал, я сын твой, первенец твой, Исав. Говорит, как кто я? И вострепетал Ваехерат Ицкак, то есть он как бы, Харада это такая тревога, да, тревога такая, затрясся. И затрясся Ицкак тревогой большой, очень сильно, и сказал, кто же это, который пришел с добычей и, значит, и принес мне, я кушал от всего, что он принес. И я его благословил. И тут он, когда его благословил, он говорит, благословляющий будет благословлен, так он ему говорит, значит, гамба, рухе, тоже пусть будет благословлен. То есть он, когда уже его благословил, он говорит, пусть будет благословлен. Он уже понял, в чем разница великих праведников от простых людей. Простой человек, он все время допускает, что что-то в мире сделал не Бог. Он думает, ну не может быть, чтобы Бог сделал вот такую мне там, чтобы меня сейчас, у меня должна была жена сейчас прилететь. А самолет вчера, она просидела 4 часа в самолете в Израиле, потом ему сказали, выходите из самолета и все, езжайте по домам. И если человек, он неверующий, он скажет, вот, блин, этот аэрофлот, вот этот аэропорт, вот этот там. А человек верующий, что скажет, благословен будет, значит, Всевышний так решил. Это же Всевышний самолеты запускает. Все же в этом мире идет по воле Всевышнего. Значит, то же самое сказал Ицкак, раз я его благословил, он говорит, барух и е, значит, так и надо было. Все, так уже, уже, то есть, не может быть, чтобы Всевышний сделал что-то неправильно. Значит, но дальше он продолжает, продолжает он и говорит, и говорит, значит, «Когда услышал Исав слова папы, закричал он цаакак доля». Закричал он крик очень сильно, он закричал громко и горько, он закричал Исав. Адмоот, то есть, Тора усиливает, что он, вот, он как раз разгневался, закричал, возмутился. Все, закричал он очень сильно и сказал папе, «Папа, благослови меня, так же меня благослови». И дальше он продолжил, это он кричал, значит, кричит он так. И сказал, пришел, а не, это папа ему отвечает на это. Он папе кричит, благослови меня. А он ему говорит, папа, пришел твой брат и хитростью взял твое благословение. Хитростью. И сказал, тогда Исав говорит, а, Вайомар, поэтому назвал, зовут его Яков. Яков это, переводится само имя, Эков это пятка, который обходит, последователь, да. В общем, Яков это, который обходит, да. Он говорит, так вот он, почему его зовут Яков. Теперь я понял, откуда имя это Яков, что Яквени Зепа Амаем, он меня два раза обошел. Вначале он взял мое первенство, а теперь взял он также мое благословение. И говорит он папе, папа, а что, не осталось мне никакой брахи, никакого благословения мне не осталось? Тут надо понять, что сказал Исав. Почему вдруг он сказал, что он меня обманул дважды? В этот раз можно было бы сказать, что он обманул. А в первый раз, где обман, мы читали, что он пришел с охоты, и Яков варил еду. И он ему говорит, дай мне еду, он говорит, дай мне, продай мне свое первородство, первенство. Исав говорит, да, бери, зачем оно мне нужно, зачем оно мне нужно, бери, и они поменялись. Где же он его два раза обманул? И тут я читал один очень сильный комментарий. Он ему, Исав говорит, секундочку, он мне тогда сказал, что для него главное служить Богу. То есть первенство это было служить Богу, это быть священником. Это видно из ответа Исава тогда. Он говорит, зачем мне служить Богу, зачем мне быть первенством, священником, я все равно иду умирать. То есть я как бы, ну, я не хочу вечно этой жизни, я хочу жить здесь, в этом мире. И, значит, почему здесь он сказал, что ты меня дважды обманул? Он говорит так, раньше он мне говорил, что его интересует только духовность, а сейчас он забрал благословение на богатство и на власть. Из этого следует, что он и тот раз меня обманул. Поэтому он здесь сказал, что он меня обманул дважды. Потому что, если бы, поняли, да, идея, это очень для меня было когда-то большим открытием. Почему именно дважды обманул? Тот же раз не было обмана, была честная сделка. Но в той честной сделке Яков сказал, что ему нужна духовность. Он хочет быть первенцем, хочет быть священником. Его материально не интересует. Теперь он забрал у него хитростью, здесь было явно хитростью. Здесь сто раз свидетельствуют, что это было хитростью. Значит, тут он забрал у него хитростью благословение на власть и на деньги. И Исав говорит, слушай, он меня дважды обманул. Тогда он мне сказал, что ему нужна духовность. Это тоже был обман. Дальше что у нас было? И он папе говорит, папа, осталось мне какое-то благословение? И ответил ему Ицхак. И сказал Исаву, значит, смотри, я господином его сделал над тобой. То есть, уже как бы вот это благословение на власть уже у него. И всех братьев его дал я ему в рабы написано, да? И я ему дал и зерновые, и вино. Это было олицетворение тогда сельского хозяйства, богатства. Что я сделаю тебе, он говорит. Что сделаю я тебе? И вот тут представьте, вот насколько, насколько сильно, вот слова Торы, это как архетип корень. Сейчас вы услышите благословение Исава, благословение европейских народов. И вы поймете, насколько вот эти слова точно передают то, что происходит, произошло потом с Европой. Потом наследница Исава, это Рим. Рим, вернее, Рим это начало Исава, а наследник это Америка. Америка тоже, они сделали полностью в Америке, как в Риме, Капитолий, Сенат и так далее. То есть, они как бы духовно перешли, вот есть американский Исав тоже. Значит, смотрите, какое дал ему благословение Ицхак. Он ему говорит, сказал Исав ему тогда, папе, да, что у тебя одна браха есть, всего одно благословение у тебя есть, папа. У тебя что, несмотря на то, что ты дал Якову силу благословлять, то есть ты дал ему эту силу, но у тебя же она осталась, у тебя тоже есть сила, у тебя она осталась. Дай мне тоже благословение. Бархене, он говорит, благослови также меня, папа, и поднял Исав свой голос и начал плакать. У него прям реально начал он плакать. Значит, и ответил ему Ицхак, папа его, и сказал ему. И тут идет благословение Исаву, европейским народам, Европе, какое пришло благословение. Он ему говорит, вот из жирности земли, туг земли, то есть будет у тебя, Европа, сельское хозяйство, будет у тебя от жирности земли, будет твое обитание. То есть ты будешь жить, значит, от вот этой силы, которую дает земля. У металя шамай-маль, и сверху будет на тебя спускаться роса, будет на тебя благословение. И вот тут, смотрите, интересно, когда он дал благословение такое же Яакову, он связал это благословение, даст тебе Элутим всесильный. Он связал его с выполнением заповедей. Исаву он дал это благословение без связи с выполнением заповедей. Он сказал, у тебя по-любому будет хорошо. То есть можно сказать, что благословение Исава было с точки зрения материального богатства сильнее. То есть он его не связал с выполнением заповедей. У Яакова выполняешь, прет, не выполняешь, не прет. У Исава на тебе благословение, сынок, материальное благословение, у тебя будет всегда, всегда будет богатство. Дальше, продолжение, сороковый отрывок. Вальхарбеха тихье, и мечом своим будешь жить. Представляете? Европейские народы, возьмите, они захватили Испания, Англия, захватили тогда весь мир, колониальные страны, захватили Африку. В общем, колонии весь мир захватили. Мало того, что у них все было тоже хорошо. Но они же продолжали еще мечом захватывать весь мир. Значит, мечом своим будешь жить. Вээт ахихатавот. И будешь брату своему служить. Он не отменил то благословение, которое было, и отсюда мы видим, вот многие спрашивают, почему еврестий народ, там, 25% миллиардеров в списке Форбс евреи, а евреев всего 0,2%. Вот, пожалуйста, благословение. Тут нет, нет здесь никакого особого, там, вот, дальше будет Торий написано, когда Машир Абейну благословил народ. Он говорит, не потому вы, там, что-то с вами происходит, что вы какие-то уникальные. Все от Бога. Значит, он ему говорит, ахихатавот, будешь служить брату твоему, вэаяк ашер тарит. Но будет, он говорит, когда тарит, когда он спустится, когда он спустится, когда он спустится со служения Всевышнему, у паракта у ло, тогда ты снимешь его ярмо, мэаль цавареха, со своей шеей. То есть, еврестий народ, он, это изначально было, что он очень сильно связан со Всевышним. И все, вот это вот моментальное проведение, да, оно как раз и объясняет. Тут 25% в Форбсе, тут катастрофа, 6 миллионов убили евреев, просто ни за что, полтора миллиона детей, катастрофа. Тут прет, тут не прет, но так не прет уже, что, ну, никто не позавидует. Еврейскому народу, кстати, никто не позавидует. Это очень тоже интересная вещь, что те страдания и те ужасы, которые пережил еврейский народ на протяжении, даже задокументированного последнего двухтысячелетнего изгнания, ни один народ не согласился бы поменяться на 25% Форбса с еврейским народом. И этим тоже объясняется равновесие, в котором все устроено в мире. Значит, написано дальше. «Воистом Исаф от Яков, и возненавидел Исаф Якова за благословение, которым благословил его отец. И сказал Исаф в сердце своем, приблизиться дни скорби над моим папой, когда папа умрет, и убью я Якова, брата моего». То есть это то, что он решил в этот момент. И здесь мы тоже видим, объясняет Раше, да, он говорит, что... Устная Тора добавляет к этому, да, что какая была самая большая сила в Исафе. Несмотря на то, что он был полностью, полностью он был, ну, злодей, да, по своим убеждениям, но он очень почитал папу. То есть он настолько любил отца, что даже здесь он говорит, вот папа умрет, чтобы его не огорчать, потом я убью, потом я убью Якова. И тут мы видим еще один очень важный аспект, на который мало кто обращает внимание, это семейные взаимоотношения в семье Ицхака. Значит, после этих бы событий, ну, какой бы, какая реакция должна быть мужа, что его жена обманом меняет сыновей, всю эту, закручивает эту схему. То есть могла бы быть разная реакция, но... И в Тора нам свидетельствует, что следующий же отрывок идет, и сказала Рифка... А, сказали Рифте, дальше идет объяснение, что Рифте сообщили слова Эсава, что он хочет убить Якова. Значит, и она, значит, я чуть быстрее туда иду, и сказала, она Якову тогда, она позвала Якова и говорит, слушайся мой голос. Вот я тебе тогда сказала, слушаться маму и идти к отцу. Сейчас я тебе говорю, собирайся и убегай к Лавану моему брату, чтобы тебя Эсав не убил. Давай, уходи отсюда. Значит, поживи у него несколько лет, пока не уляжет гнев твоего брата. Значит, она его решила отослать. И когда твой брат перестанет на тебя гневаться, и, значит, забудет он то, что ты сделал ему, я тебя тогда пошлю и заберу оттуда. Значит, почему не хочу я терять двоих в один день? У него было пророчество, что они в один день умрут, и действительно, они в конце, они похоронены вместе, были в один день, они похоронены. Значит, дальше. И сказала Ривка Ицхаку. И потом идет разговор семейный, а дальше у них беседа идет. Ривка идет к Ицхаку и говорит ему, я, говорит, очень, такая, знаешь, материнский разговор. Она говорит, меня, вот эти мои невести, жены Эсава, я просто из-за них страдаю, просто из-за них страдаю. Я хочу, чтобы Яков взял себе жену из моей семьи. И, значит, если он возьмет себе жену, такую же, как взял себе Исав, жен, из этих вот Бнейхэ, да, филистимлян, которые идолопоклонники. Она говорит, зачем мне жизнь? Вот это, знаете, прямой диалог, как они разговаривали. Она говорит, зачем мне жизнь тогда, если он сейчас женится на такой же, как Исав женился. Такая, знаете, еврейская мама. И позвал тогда Ицхак Якова и благословил его. Вот тут эта Тора нам свидетельствует, что в этот момент Ицхак понял, что это все был замысел Всевышнего, и что все это было не просто так. И позвал Ицхак Якова и благословил его, и приказал ему, и сказал ему, не женись на дочерей Кна, не женись на вот этих вот идолопоклонницах. Встань и иди в местность Падана Рам, это между речи, в дом Птуэля, папы твоей мамы, то есть своего тестя, иди туда. И возьми себе оттуда жену из дочерей Лавана, брата твоей мамы. И дальше идет благословение, еще одно он дал ему благословение. И Бог всесильный, всемогущий благословит тебя, в Аяфреха, и размножит тебя, в Аярбеха, и умножит тебя, в Аиталика Алямим. И станешь ты сообществом народов. То есть он ему передал, здесь подтвердил благословение Авраама. Хорошо, дорогие друзья, всем удачи и успехов, всем удачи и успехов, чтобы благословение, которое Бог дал Аврааму, Ицхаку, Ицхак передал своим детям Якову и Эйсаву, чтобы было на нас. Чтобы уже за последние, с тех пор прошло почти 4 тысячи лет, очень сложно понять генетически, все перемешались уже десятки-десятки раз. Еврейский народ держит свою идентичность за счет религии, за счет связи с Богом. И в это время присоединялось к еврейскому народу много людей из других народов. И генетически человек может быть тем угодно. Есть у моей дочери в классе, учится, например, девочка Китаянка, ее родители в Китае, два настоящих китайца, они прошли дьюр, стали евреями и учатся в такой ультрарелигиозной школе. Их дочка Китаянка, которая вообще вот еврейка-еврейка на 100%, но она Китаянка по генетически. Бывает и такое тоже. Все, всем удачи, хорошего дня, шаббат, шалом. И это очень такая, советую очень еще раз прочитать эту главу с комментариями, вдуматься, поразмышлять над этим и получить для себя какие-то ответы. Но главное, что помните, что благословляющий будет благословлен, а проклинающий будет проклят. Этот закон, он действует всегда, везде, на всех и во всем. Поэтому лучше благословлять людей и ни в коем случае не проклинать. Все, всем удачи, успехов, счастливо.